Извините, а что так долго? Наконец-то, я уже думала, вы все тут умерли. Ваш чай? Это мой чай. Извините. Ещё вот сразу не си, а то ещё ждать полчаса. Конечно. Понаехали тут из своих колхозов. Серёж, посчитай вид за вторым столиком. Что, тяжёлый клиент? Тяжёлый, тупой, безвкусно одетый. Что это за работа такая? Почему я должна выслушивать хамство от двухкурец с интеллектом салата? Зая, ты издержки профессии, будь ты выше этого, а? Выше этого я была, когда администратором работала. Зая, ну хорош, я же тоже официант. Я в курсе. У тебя вообще какая-то странная способность превращать людей в официантов. Ирина Геннадьевна, мы... Что вы, что вы? Чем же заниматься в рабочее время? Не работать же. Ну просто... Милочка, вы всего лишь официантка. Поэтому особого ума я от вас не требую. Но то, что клиента нужно обслуживать быстрее, я думаю, даже вы в состоянии понять. Если еще раз повторится что-то подобное, мы будем принимать меры. Это ясно? Угу. А пока считайте, что они поели за ваш счет. Охренеть! Ким она себя возомнила! Зачем тут успокойся? Мы дома, все хорошо. С самой таким тоном разговаривал только один человек. И то я с ним развелась. А сейчас что? Папочка, ты не одна, мы вместе, ну... Если бы я была сейчас одна, этого бы не было. В смысле? В смысле? Это из-за тебя у меня одни неприятности. Из-за тебя я связалась с этим клубом. Из-за тебя я работаю официанткой. Мне хамят, на меня орут, меня штрафуют. Все, хватит! А хватит в смысле? Ты увольняешься? В таком смысле, что мы больше не вместе. Вот, с вас 10 рублей. Только так. Ой, а у меня, наверное, задачи не будет. Ну, тогда бесплатно. У меня-то есть деньги. Ладно, подождите. Сколько вам надо? 4 тысячи 990? Хотя, по-моему, у меня была десятка. Как здорово. Смирнову Олегу за преданностям ВГУ. Забыл, наверное. Отвалите! Я никуда не съеду. Я бывший председатель правкома. Олег, это я, Яна. А, это ты? Не ползай. Ну, как у тебя дела? Лучше всех. А я вот тебе твои часы принесла. Какие часы? Ничего себе. А я думаю, где они? Лично ректор вручал. За хорошую работу. Ты не знаешь, за скакивай у нас сегодня ломбард. Не знаю. А. А тебе часы не нужны? За 5. Ну, за 3. За 1000. Минные. Ладно. Все равно спасибо. Да не, 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 не. Все нормально. Это просто на эмоциях сказано. Не могла же она мне реально бросить? Антоха, успокойся. Да я спокоен. Ты просто уже шестой раз это все проговариваешь. Да потому что все, что говорят женщины, нужно делить пополам. Тем более, я знаю Кристину. Ты не могла она мне реально бросить. Что делать планируешь? Что, 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 что обычно делает Мартынов, когда у него возникает проблема? Пьет. Наверное, решает ее. Устраню Ирину. Кристина получит свое место. А я благодарный секс. О, как. Тогда скажи мне, пожалуйста, как ты планируешь ее устранить? Переоденешься в Ирину и нахамишь клиентом? Тебе понятие харассмин знакомо? Ну, сексуальное домогательство на рабочем месте. Ты прикалываешься? Когда Ксюша на кафедре, я только об этом и думаю. Только он с чего ты взял, что ваш администратор будет до тебя домогаться. А это не обязательно. У тебя такая сексуальная попка. Я хочу тебя прямо сейчас. Давай выгоним повароску. Пошли, пошли, пошли. Что, прям так и сказала? Ага. Еще и при клиентах, я сам офигел. Только не понимаю. За хрен ты и сдался? А то не ясно. Сексуальность и мужская харизма. Ты же знаешь, мне это досталось и тебя. А врачи подлизываются, видимо, отманки, да? Ты о чем? О том. Сексуальное домогательство очень серьезное обвинение. Нужны доказательства. Какие доказательства? Засос, рваная одежда. Такие, которые ты не сможешь сделать своими руками. Понятно. Видеозапись подойдет? Вполне. Блин, да где мой паспорт? Как и все твои вещи. Где-то в куче чего-то. Ха-ха-ха. Без паспорта у меня фитнес-клуб не запишут. Фитнес-клуб? А чего это тебя в фитнес приперло? Приперло Кузю. Типа он начал форму терять. А мне за компанию предложил с ним ездить. За компанию? Ну и на первом месте я ему одолжил. Блин, да где ты? Вспомнила! Он у меня в пиджаке. Ой, я же его в стирку положила. Ну что, Кузь, завтра в семь, да? В семь? А что в семь? Ты что, забыл? Не, я просто уточняю. Может в шесть? Да не, вроде в семь. Ну в семь так в семь. В семь. А что в семь? Вообще не помню. Может быть, в семь шампанского? Ну, в смысле, в ресторан, дядя? Да не, ресторан бы я запомнил. Да и ты бы запомнил. А я почему? Ну ты знаешь, у меня с деньгами проблема. Но я бы это подошел. Логично. Ну тогда вспоминаем. Да я и вспоминаю. Не понимаю, время двенадцать, а он до сих пор не пришел. Кто? Кто-кто? Новый год. Новый год? Антон. Антон? Да. Так ты же вроде его бросила. Бросила? Вообще-то это был тонкий намек, что неплохо бы пересмотреть свое поведение и вымлить мое прощение. А-а-а, а может он не понял? Я, кстати, тоже. Девочка, я ему так сказала, что все было очевидно. Ну, может быть и понял. Просто извиняться не хочет. Да нет. Наверное, действительно не понял. Ладно, завтра ему разжую. Только обязательно, а то сейчас опьется. Мужики они такие, чуть что сразу спиваются. Янчик, ты у нас с каких пор стала специалистом по мужикам? Да еще такую сложную группу взяла, алкаши. Да ничего я не взяла. Просто у Олега была сегодня. Он нигде не работает, пьет. Серьезно? Угу. Живет в бардаке, не бреется. По-моему, даже не моется. Ну, надо же. Значит, все-таки есть справедливость на свете. Ага, так этому козлу и надо. Девчонки, ну вот зачем вы так? Ну, вы бы видели его. Семакин, вы только не вздумали его жалеть. Он получил то, что заслужил. И по-моему, даже меньше. Ну, может быть, вы и правы. Олег, Олег, не мешай работать. Что с тобой? Слушай, хочешь поговорить? Дай полтинью. Время, деньги. Ну, я только ты. Что хотела? Что с тобой случилось? Что, что? Работу потерял? Из общаги меня выгнали. Куда мне идти-то? Кстати, ты далеко живешь? Нет, а что? Скажи, кот от домофона. А то скоро зима. Ну, ступи, а то у меня. А, спасибо. А что с ним? Не знаю. После того, как уснул на трамвайных путях, я их больше не видел. Может, собаки съели? Шучу, шучу. Нормально у меня все с ногами. Просто так дави больше. Олег, ты все из-за меня? Симакин. Да все нормально. Я сам во всем виноват. Правда? Блин, вспоминал, вспоминал, ничего спорить не могу. Ну, встречаемся во всей 56 дней. Ну, это вряд ли, Павел. Не уходим. Было. День Ангела. Еще не скоро. Я даже все праздники в мете посмотрел. Сегодня из праздников только День Красного Мака в Таджикистане. Нам уже вряд ли отмечать будет. Пусть за. В таких случаях я все записываю в телефон. В напоминание. Да я тоже. Вон. Блин. Вчера сеструху с днем рождения забыл поздравить. И что делать? Позвони, извинись, поздравь. Да нет. Сеструха уже привыкла. Я про Машку. Майкл, давай думай. А то фиг знает, куда мы идем. Вдруг там подарок нужен. Или плавки. А у меня их нет. Майкл, давай думай быстрее. Слушай, а ты попробуй все узнать наводящими вопросами. Ну типа, а в чем ты пойдешь? Если в платье и в палантине, то я, ну не на каток. Ну понятно. А куда? Чего такое палантин? Кузя, ты лучше запомни, а еще лучше запиши, что она скажет. А я тебя сориентирую. Окей? А, ладно. Пока. Ирина Геннадьевна, у меня проблемы с клиенткой. Что такое? Скажите, это нормально, если она подходит и делает? Вот так вот. Мартынов, что вы себе позволяете? Извините, я просто хотел, чтобы вы прочувствовали. Ну, что скажешь? Возмутительно. Гнать взошей, но только тебя. Ну, если вот так. Ну, надо же, а. Да, до чего техника дошла. Одной кнопкой можно отправить человека на биржу труда. Ага, это, к сожалению, делает не кнопка, а папка. Пойду покажу ему компромат. А, только ты по пути на себя несчастное лицо надень, а то для жертвы домогательств у тебя слишком победный вид. Я постараюсь. Здрасте. Здравствуйте, Мария. Очень рад вас видеть. Ксерокс? Произнение? Путевки в Туапсе? Осталось только три. А, нет, я к Яне. К Яне Викторовне. Я вас сейчас провожу. Пойдемте. Яна Викторовна, к вам посетитель. Да смотрите, какой. Может быть, чай? Кофе? Спасибо, Олег. Ничего не надо. Ну, обижаете. Я специально в магазин бегал. Такой кофе купил. Арабика. Олег, мы сами справимся. А ты в бухгалтерию сходил? Конечно, сходил. Олег. Так, я сказал, сходил. Я имел в виду, иду. Даже бегу. А, я же мимо столового буду пробегать. Может, пирожное? Понял. Ты с ума сошла? Ты зачем его на работу взяла? Потому что людям нужно давать шанс. Людям, да. А этому козлу нет. Ты забыла, сколько всего он тебе сделан? Его жизнь уже наказала. Он все осознал. А ты, видимо, нет. Такие, как Олег, не меняются. Он же неспроста лыбится, ходит. Наверняка он что-то задумал. Он задумал стать нормальным человеком. Кто? Олег? Я, ну не будь ты такой наивный. Такие, как он, не меняются. Тем более, он пьет. Следи, что у вас здесь ничего не пропало. А что может пропасть деньги у нас в сейфе? А что, алкоголики только деньги выносят? За вещами тоже следи. У вас здесь воно сколько техников. Маш, а маму ты усугубляешь. А ты недооцениваешь. В общем, я тебя предупредила. Ой, Машка. Машка, а ты тоже в универе? Круто. Да, представляешь, я тоже здесь учусь. А, ты только давай недолго. Ты же помнишь, куда мы сегодня идем в семь? Помню, помню. Правильно, такие вещи помнить надо. А ты в чем пойдешь? Да так, наверное, пойду. Ну, а ты помнишь, что с собой взять надо? Кость, что за вопросы? Я уже все собрала. Да не, не, я просто сверить хотел. Может, я что забыл? Что там забывать-то? Тебе нужен костюм и паспорт. Все. Короче, по ходу, мы в ЗАГС идем. Чего? Чего, что? Костюм, паспорт. Все же понятно. Да нет. Как ты про такое мог забыть? Да фиг знает. Мы две недели назад ходили на днюху к ее подруге. Я перебрал малек. Наверное, там и сделал предложение. Чего ты рыжешь? Я просто представил, в каком состоянии была Маша, что она такое предложение сказала «да». Ну, согласен. По пьянину неправильно это. Да не более, на свадьбу столько всего надо. И столовку найти, и машины, и конфеты, и музыкантов. Да я, походу, вообще в хлам был. Слушай, ну, если не помнишь, может, и не надо? Нет, обещал, значит, надо. Мне дядька всегда говорил, Сенька – это не оправдание. Украл – сиди. Ну, ладно. В конце концов, свадьба, не беременность. Ты это, смотри не на каркай. Я вообще за тот день не уверен. Мамка. Да где же он? Вот кобель. Прости, я тебе новый куплю. Да ладно, ты фиалкой и так болела. Вот если б ты георгин разбила? Не понимаю, вот суток не прошло, он же к этой кошелке пристает. Слушай, а может он принципиально с администраторами встречается? Ему вообще не важно, кто эту должность занимает. Ну, ты же вроде как его бросила. Да никого не бросала, я просто намекнула. Ну, может он все-таки не понял? Да все, он понял. Просто извиняться, видите ли, ниже уровень его достоинства. А лапать эту курицу назад вверх благород. Не трогай цветы. Да не буду я их трогать. Ну, может он тебя разозлить хотел? Ну, мы еще посмотрим, кто кого разозлит. Вообще на нем свет клином не сошелся. Свет. О, привет. Слушай, а Яна здесь? Да нет, она по делам бегает. А, одна или с сейфом? Нет, сейф тут. Понятно. Я просто хотел фотоаппарат попросить. Нам на кафедре нужно сделать отчет по музейной практике. А, без проблем. Да? О. Только тут фотографии с дня рождения ректора. Понял. Да нет, можешь удалять там ни одной удачной. Понял. Спасибо. Зачем фотоотчет, а? Ну, мы же просто чистим территорию от собачьих мин. А, ну если Глеб Ефимович лично попросил. Ладно, сейчас приду сфоткаю. Угу. Чушь какая-то. Ну, поняла, а где фотоаппарат? Здесь же был. Он же неспроста лыбиться ходит. Наверняка он что-то задумал. Тем более он пьет. Следишь, что у вас здесь ничего не пропало. Вот как ты так мог, а? Я тебе поверила. На работу тебя взяла. А ты вот так вот со мной, да? Ян, что случилось? Уже и день без водочки не можешь прожить. Воровать решил. Что воровать? Что пропало? Олег, вот только не надо прикидываться. Ты сегодня первый день на работе, и у нас пропадает фотоаппарат. Интересное совпадение, правда? Действительное совпадение. Я не брал фотоаппарат. Олег, у нас бюджетная организация, и денег кодировать тебя у нас нет. И если у тебя, прости, трубы горят, то это твои проблемы, а не правкома. Ян, я правда не брал. Верни фотоаппарат, алкаш! Яночка, спасибо. Вот, возвращаю. Правда, меня при выходе из музея остановили, подумали, что я экспонат выношу. Не, на самом деле, отличный фотоаппарат выручили, спасибо. Да вам не угодишь. Олег, прости. Да ничего. В жизни оно, наверное, всегда так. Стоит один раз оступиться, и тебе уже никто не поверит. Я тебе верю, я тебе всегда верила. Ну, оно и видно. Да, такой пощечины от тебя, Семакина, я не ожидал. Олег, ну прости, но я не знала. Да нет. Знаешь, у меня прямо с утра было такое нехорошее предчувствие. Вот ждал чего-то такого, и мое чутье меня не подвело. Я вот даже заявление написал по собственному желанию. Заявление? Не надо заявление. А хочешь выпить? Выпей. А давай вместе выпьем. Нет, Семакина. Это в прошлом. Точно так же, как и моя работа здесь. Поищу счастье в другом бузе. Прощай. Маш, это тебе. Спасибо. А ты что в костюме? Ну, так там же вроде официально все. Да ладно тебе. Нас просто запишут и все. Для них это просто, для нас события. Ну, в принципе, можно и так к этому относиться. К этому нужно так относиться. Только, Маш, мы не торопимся с тобой? Конечно, торопимся. Нам через полчаса надо быть на выходе. Да нет, я в принципе, может, подождем еще годик-два. Блин, Кусь, а ты раньше мне не мог об этом сказать? Нафига я кроссовки покупала? Так ты еще и в кроссовках пойдешь. А в чем я должна идти? В платье. А еще лучше в мамкином платье. Его как раз можно было по тебе ушить. И родители мои тебя еще не видели. И Баська не благословил. Блин, что я делаю? Куда он тебя не благословил? Ты о чем? О свадьбе. Мы же в ЗАГС едем. Мы едем в фитнес записываться. Да при чем тут фитнес? Мы же... А, фитнес? Да. Ты что, забыл? Я? Нет. Не, я думал, мы просто в ЗАГС так по дороге заскочим. По какой дороге? Явно же забыл про фитнес. Сам главное придумал и сам забыл. А теперь стоишь и несешь мне какую-то фигню про ЗАГС. Маш, да я это... Все, никуда я с тобой не хочу. Ни в ЗАГС, ни в фитнес. Отстань от меня. Да. Ну вот, а ты не верил. Это сейчас такое, а что дальше будет? Она заставит надеть меня фартук на голое тело и танцевать перед ней? Ты свои сексуальные фантазии на меня не вываливай. Фантазия у меня одна. Работать и не бояться за то, что меня кто-то ущипнет за задницу. Вот только давай без соплей, а? Я все видел, завтра ее не будет. А Кристине передай, что с завтрашнего дня она снова администратор. Ну все, спасибо. И что, вся благодарность? Сам просил без соплей. Кристина, мне надо с тобой поговорить. Да? А мне уже не надо. Да хорош, что у меня для тебя важная новость. У меня для тебя тоже. Я теперь не с тобой, я теперь с Павликом. Ты сейчас серьезно? Ты слышишь? Он не верит в нашу любовь. Антон, я не поняла, какие еще домогательства? Что за домогательства? Я профессионал. Я проработала уже в трех заведениях и ни разу не допускала этих попадов. Что она делала, а? Ну, Ян, ну успокойся. Ну кто мог подумать, что Олег окажется нормальным? Я, я всегда это знала. Он столько всего сделал для Павкома. А я его как собаку на улицу. Я его дойду. Ян, успокойся. Ну куда ты пойдешь его искать? Ну я не знаю, на вокзал, в ночлежке. Добрый вечер. Здрасте. Ну, вот не удержался и решил лично поблагодарить вас за отличную идею. Какую идею? Не скромничайте. Ваш помощник мне все рассказал. Так сказать, сдал вас с потрохами. Какой помощник? Ну, Олег, он рассказал вашу с ним идею о проведении межвузовского музыкального конкурса вузовиденье. Он еще, главное, так удачно зашел. У нас банкет был по случаю симпозиума. Вот. И ректорат воспринял от людей на ура. Ну, еще бы. У вас же там все в рамках и под патронажем. Так что я уже и средства выделил. Сколько? А что, Олег вас не обрадовал? Ну, у вас с Митей было 30. А мы с коллегами посовещались. И дали 40. Тысяч? Ну, не рублей же. Мы поддерживаем хорошие идеи. А вы ему когда? Сейчас дали? Нет, нет. Еще днем. Ну, давайте. Ректорат ждет от вас шоу. Вот. А я тебе сразу говорила, что он что-то задумал. Выходит, он и без твоего фотоаппарата свалил бы. А так у него и повод есть, и он тебя еще и виноватый сделал. Вот подонок. Яна, даже не вздумай из-за него переживать. Да черт с ним, с этим Олегом. Я на какие шиши теперь это вузовиде не буду делать. Кузь, ты меня извини. Да ладно. А ты серьезно говорил про то, ну, через год или два? Ага. Только скорее через два. Получается, ты меня любишь, и тебе никто, кроме меня, не нужен? Ну, получается. Кузенька, ты у меня такой хороший. А насчет маминого платья? Да-да, ты в нем прикольно высмотрелась. Ну, давай так. Этот вариант у нас уже как бы есть, он никуда не денется. Просто мне тут одно платье понравилось. Нифига. Не-не-не, ты на цену не смотри, просто как бы, ну, сам фасон. Ага.